Субтитры делал DimaTorzok Добавил субтитры 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 DimaTorzok Так, все ребят, небольшой перекус, игра приостановлена. Говорят лагает, не знаю кто там где лагает, у меня вообще все идеально. Игра возобновлена. Игра возобновлена. Так, ребят. Давайте смотреть. Короче перекусил я немножечко, сейчас все, теперь можно смело до конца стримить. Два часа SGL сейчас, почему всего два, потому что 19.00 Starline и так получилось, что только два часа получится SGL постримить, но тут ничего не поделаешь. Вот, и посмотрите, вроде как лимит неплохой здесь у Макса да сейчас. Да, посмотрите, пошел кушат сортова. Королевы идут вперед, линги роучеры им выдвигаются в поддержку. Конечно же, реводжеров сейчас несколько заморфил бы сортов, если бы у него не было саплай блока сейчас. В итоге реводжеров он морфить не может, тупо, хотя они вот пару спорок заказывают, пару реводжеров сможет все-таки под морфить. Королевы пришли, видят Китая, все прекрасно, Фениксов задемоджил ему сортов, здесь немножечко два роба. Вот в чем минус строить роботиксы и здания, роботиксы и здания на третьей базе. Потом сейчас ее отменят, как бы, и все, роботиксов не будет больше, тупо. Фаерболов не хватает, что-то нормально пилон вывезет. Принимает бой сейчас. Проц. Адепты снизу, Фениксы сверху пытаются Королев поднять, но адептов явно не хватает. Фениксы тоже здесь функцию свою идеально не выполняют. Ручер, реводжер разрывает все по лимиту в плюсе сортов. Это 1-0, судя по всему. Вот. Это печаль. Так, я задержку-то поставил вообще? Да, поставил задержку, все в порядке. А то я уж испугался. Здесь, конечно, не отбиться уже никак. Макса до сортов его пробревает. Ну, пуш как пуш, и нормально все продавливает, в общем-то, убивает оппонент. Заходим в игру. Ну что, Чалик, будешь учиться прыгать туда сам теперь? Не боись прыгать. Не боись прыгать. Как быстро? Прыгнуть-то вообще легко. Не хочет Чалик пока никуда прыгать. Я не на улицу уйду, братан, ты че? Ну все, можно с дивана сейчас стримить Да, братан, и с челиком вместе это делать Ну ладно тебе, ну хоть Ну хоть Так, уют не стало, конечно, здесь Спасибо всем, братва Стрим сборки дивана подберу, выложу, все в порядке Будет Ну и ждем, ждем продолжения Парниться Продолжение следует... 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 Спасибо тебе... Спасибо всем... Продолжение следует... Продолжение следует... Сюда не зайти... Продолжение следует... 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 Карреров сейчас не надо делать. Карреры бомбить начинают. Каррапторов нужно увести карреров в кар... где там эти... Смотри, я нихрена не делаю. Ё-моё, как подставляется сейчас китаец, это жесть. Просто бомж прилетел каррапторами и все, и начал шатать. Ну что это такое? Мазершип уничтожен. Каррапторов убивал, но потерял сколько? Давайте посмотрим. Два каррера и мазершип не отменил, по-моему. Еще и муху упустил. Этот выпуск мух для многих стал просто каким-то, я не знаю, зачем в таких ситуациях мух упускать? Сейчас с другой стороны, если бы каррапторы до конца стали биться, то может быть это и помогло бы как-то. Вот китаец просто шток, он просто строит юнитов сейчас, у них таймингов не понимает абсолютно никаких. То есть армада это не просто сидение как бы. Не, есть с армадой сиденье, просто на базу занимать всю карту стараться, да? Но вообще армада это тайминговые выходы какие-то. То есть 6 карреров плюс 6 грелок построил, смазершипом вышел, убил вот такую хрень. Карраптора это вообще бред полный. 23 штуки, сейчас вот они развалят. Без грелок, вот, даже нужно, если ты масишь карреров, даже не обязательно как бы грелок с карреров на грелок именно переходить. Можно сделать что? Можно построить там 4 каррера, замасить штук 5 грелок и опять карреров строить. Они просто перестрахуют вот от таких врывов нелепых. Гвардиан шилд не врывается, нихрона не врывается, каррабторы все уничтожают, Сорток просто в лоб унижает, что вообще делает китаец, не пойму. Верчажа нету. Ну хотя Гвардиан от каррабторов не особо спасет. Короче, Сорток в калу унижает, просто оппонент своего, он даже не может стэк скопить сейчас. Естественно, это ГГ, ребят, вот еще один, как же, прям под раздачу выходит, просто разгром. ХП им снизили, напомню, сейчас. Обещанные реплеи, не, не выкладываю пока. Опять Мазершип пошел. Сколько он будет? И с рук карреров строить, и с рук карреров. Его карапторы летят, он с рук карреров строит, а? Нет больше технологий. Не выкупили китайца ничего больше. Все, кроме карреров ничего не умеем. Уже Флоп сортов собираются убивать, думаю, решение абсолютно верное. Два когтя есть, там вообще разгром сейчас будет, Беллинги покатились. Королевы идут сюда, карапторы сюда идут, все, сюда идет. Все, Бэйны заходят, прям в потонке. Просто унижение тут по земле пошло. Потоночки падают. Просто в лоб пробил, армаду, фугу. Ну, это же вообще перебор, ребята. Ну, ладно. Что у нас далее там стоит? Ну, пока стоит у нас сортов против Слипа и сортов против Харстов. Порядок такой, сортов первые три будет играть. Ну, наверное, так и будет, если Слипа и Слипа. Пользователь 4К грубый активировал премиум на ваш канал. Спасибо, 4К грубый. Кстати, я вот играл с Зергом, который также меня примерно убил Ладрика. Я в Армаду играл не так давно. Значит, это был сортов, потому что... Не, ну, не только он так может. Я просто помню, что карапторами он прилетел. Я залетал с там грелками, он тайминг словил и прилетел ко мне. Спасибо. 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 Идем в следующую игру. Так. Слип с ортовом черкают. Я думаю, с ортовом 7,3 матч точно посмотрим, а вот дальше что я не знаю по времени там как будет. Грелок в первом скане было и прикрывали только корсары. Корсары только с зерком есть там мутка с коржи прикрывать для карьеров нужны были. А так как бы были арбитры, которые морозили вообще это жесть просто в воздушной битве. Ну конечно тираны ЕМП просто Китти все как бы тираны они вообще в этом плане на Лейте разваливали конкретно. Ну вот просто в первом Старкрафте. Были арбитры, то есть они могли морозить. Были. Ну а у Дерга была тюма просто. Она кидала, кидали чуму как бы. Темную стаю. Наземные унинты не атакуются и карют только с полями или так. Плюс скаутов можно было миксануть немножечко туда. Ну скауты это редкость конечно были, потому что слишком дорогой, лимита много слишком занимает, да. Ну шторм да можно по земле, но так обычно просто маскареры и арбитры. Привет Монтрелл. Ну какие-то да, СМ очки прибавлялись. Я не знаю с чего там они прибавлялись. Вот честно тебе признаюсь. Может из твоих. Так, сортов. К накибать есть, товарищи. Сортов против Слипа. Я на сортов напилил условно своих единиц. Думаю он должен побеждать. Вот. С Харстом он фаворит Харстом. Кстати говоря против сортов. Но я не знаю. Сортов может и Харстому завалить, как мне кажется. Так-то неплохо он играет. Не знаю какой у нас на данный момент у Харстом уровень игры. делом. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Так, шестигранник еще вчера нашел. Так, все окон с шестигранником. Я не готовлю больше пловь, я в последнее время редко все делаю. Так, мяско в духовке с картошечкой могу сделать или с рыбкой, либо салат какой-нибудь там, либо еще что-нибудь. Такие напряженные всякие темы редко делаю. Не, ну супец можно воронуть, как бы, да, там какой-нибудь. Ну нафиг. Вот на улице, если, да, там овощей на мангальчике, там миска, рыбочки. Ладно, что-то я сейчас жрать захочу, короче. Давайте не будем, макью там 2 рубля мне шлет, офигеть. Спасибо всем, ребят, поддерживайте меня и мой канал, конечно же. Вот. За поддержку всем громадное спасибо. Штигранник, я вчера, вы все разошлись, я как только стрим вырубил, через 20 секунд его нашел примерно. Вот, и даже я заново стрим вырубил и показал, что нашел его. Он был на ручке от кресла, где подушки лежали. Я смотрел просто на креск подушку, поднимал и на ручке не видел. Вот. Арбитера можно было много делать, хоть и весь лимит. Причем в начальных самых версиях Арбитера 50 дэмэджа там было, то есть он супер имбл был в Старграфте первом. Вот, задержка 90 секунд, помните? Корейцы. Исходя из того же, из чего и все остальные никнеймы выбирают все. Вот. Ну, корейцев многого выбирают никнеймы, просто свои имена тупо как бы, да, там и... Ничего непонятных поры в итоге. Теперь Джей Донг, Лиджа Джа и Донг. Кто-нибудь еще. Что сказать, кто еще? Так, прибегает Сорт Офф Слипу синими своими лингами, пытается подгрызть. Стрен тут все подгрызть вообще может. И Слип начинает просто из гигантского плюс сейчас. Ну, Сорт Офф мастит лингов сейчас, во-первых. Во-вторых, он сейчас так, он не строит рабов вообще, сейчас мук будет готов. Успеет стенку закрыть Слип мне вот интересно вообще. Судя по всему, не очень-то он ее здесь успеет закрыть. Крептумор пошел, лингов замещает Сорт Офф, подгрызает их сейчас. Пошел еще Эволюшн. Королеву в четыре штуки, емау, королеву в четыре. Вот это проблема, действительно. Нужно Эволюшн сейчас валить. Сорт Офф накидывается на Эволюшн сейчас, который не грейджный пока что. Сразу ставится еще один Эволюшн, но самое главное, доступ к королевам получить, чтобы линги могли их грызть не вот так вот, такой маленькой группой, как сейчас, а большей гораздо накидывает Сорт Офф. Ну, кажется, Слип Изи отбивается здесь, и что ж, их тут лагает. Что лагает, я даже ТЗ. Пять роучи уже снизу заказ, две королевы падают, но остальные живые пока. Линговка, конечно, дотекает ногу очень. Нужно срочно пробревать еще одну королеву, роучи через секунду выйдут. А, протранслизил из королевы. Все, роучи выпили, Сорт Офф вот здесь не получится продавить, это пак. Хотя королев если сгрызет, уже как бы какой-то бонус, да, здесь было? Все, королев сгрыз, Сорт Офф, еще 10 лингов строит. Но он у Вулэнг полный пошел и грызет камни еще, его дает, блин. Понял, что уже здесь ничего не сделать, спичит ГГ, выходит. Вот так вот. Ну что, Стема, давайте. Продолжение следует... Не понял, что-то Корею там, про Корею обсуждают. Ну что же, Сорт Офф думает, что у него на Корее пинг лучше, чем на Америке будет. На Азии, в смысле. Ну посмотрим. Посмотрим. Что за хрень сегодня творится? Спасибо. 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 Лип ведёт у Сортофа. Корейский сервер, Сортоф говорит, здесь пинг меньше, типа у меня. Ну давайте посмотрим. Я зачем на Сортофу ещё? Всё, на кип-бэтики напилил? Ну ладно. Сколько времени? Московское. У меня время 6 часов сейчас будет. Тучи жёсткие. У неё было бы туч, вообще было бы замечательно. Так, ну 17-я хата, Газпул, здесь тоже самое у нас, соответственно. Привет, Эдон. Короче, везде добыча идёт по максимуму. И тут и здесь на мэне, я имею ввиду, у обоих игроков. С Газа снимает Слип одного. А нет, погодите, не снимает. Это он одного дрона подстроил, видимо. Сортоф тоже никого с Газа не снимает. Сортоф строит 4 линга. Его оппонент лингов не строит пока, он 3 дрона заказывает. Ну, лингов, наверное, парочку штук он всё закажет сейчас. Бэллинг Несту Слипа пошёл. Сортоф нету Бэллинг Неста пока. Паул Сортоф просит, тоже залагало что ли. Опять тысячи пингвей. Ну, это не связано с сервером. Это вот бывает, Батлнет что-то лагает и всё. Окей. Да. Вамой бinks. Умир рот уoyен. Продолжение следует... 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 потому что hard там там будет биться сейчас видимо а кто еще у нас есть лифту а макс ну что перехожу обратно америку фактически 50 минут осталось смотреть этот турик нам а а а а Продолжение следует... 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 Сейчас Nexus будет заказан, да, по первому Nexus и как-то пилон второй будет. Вот второй пилон на Manny стоит. Почему не здесь застройки? Ну, здесь третий поставится там или какой-нибудь еще, что-то не суть вопроса, да, как бы, ну, небольшая эта разница. Supply block будет сейчас на 3 секунды. Вот сейчас 3 секунды, адепты могли бы уже строиться бы. Ну, один-то из них строился, второй попозже был заказан, но его буст нагонит, собственно говоря, я так думаю. Так, здесь 9-10. Короче, тяжело так проверить. Дух, здесь нельзя посмотреть один через сколько другой. Да, даже обогнал за счет буста здесь, Харс там, в общем-то, зачем-то буст не снимается. Опять же, поближе надо иллюзии друг к другу подвести сейчас. Не знаю, зачем они так разрозненно вперед идут. Ну, сначала это неважно. Вот сейчас соединить надо юнитов. Врываться все равно двумя одновременно надо, это факт. Буст переставляется там на Нексус. Адепты заходят. Будет врыв-то, нет? Да, будет врыв. Сейчас они тут соединяются, в принципе, практически. Заходят иллюзии как-то там на мейн. Одного дрона на второй минусует. Харстом сразу же и на мейн проходит. Смотрите, дрончик раз, дрончик два, дрончик три, дрончик четыре. Сейчас где фокус-то, Харстемок? Что ж ты творишь-то, Харстемок? Шесть дронов уничтожено, это же семь. Семь минус, но это все, на что адепты эти, в общем-то, смогли сделать, на что способно. Но семь дронов, ребята, это забейте. Это великолепный просто размен, на самом деле, для Протса на такой стадии. Здесь надо пилон заказывать, а то стенки-то нет пока. Вот в чем проблема. И что-то Харстемок, почему не закажут пилон? Сейчас забегут линки здесь и все. Чем-то там тупорезит очень жестко. Здесь, кстати, плюс два гейта добавляется, четыре гейта адепты. Три гейта – это такой врыв. А четыре гейта – это уже такой, я бы сказал, что ну не полу-олл-ин, но это сильный под пуш в ущерб третьему Нексусу, получается. Сейчас придется строить сначала адептов много Харстем, а потом только в Нексусу. Сейчас в гейте откроется, варф пойдет, потом еще два откроются, вот эти. Буст пошел на гейтах, на мэйни, как раз они нагонят за это время. Варф практически одновременно будет идти. Восемь адептов есть у Харстем, а сейчас все они выдвигаются вперед. Скорость атаки делается. Пилончик еще один необходим. Да, можно здесь на стенке его сделать, безусловно. Бейлинг Несс делается у Слипа. Ну, кстати, тайминг Бейлинг Несса так себе. Хотя сейчас, в принципе, Бейлинг успеет как раз Слип идеально под адептов врыв сделать. Другое дело будет ли Харстем врываться. Пошли иллюзии вперед. Куда адептов? На мэйн собрались идти? Понятия не имею. Да, телепортируются на мэйн, линги окружают. Сплитится, надо сплититься Харстем. Один Бейн, всего остался. Сплит хороший, Харстем продемонстрировал. Очень быстро он сплитанул в конце, здесь адептиков. Зачем-то, правда, он выходит на третью базу, сейчас не понял я, зачем. Два Стергейта строят. Здесь ни одного дрона нет, но Харстем-то не знал, что здесь дронов нет, в чем проблема. Так, накидываются линги. Адепты две штучки, сейчас еще даже три штучки они поразваливают. Здесь рабов еще, кстати, несколько штук, это факт. Так, сразу надо касс-мэйн ушел, касс-мам было сделать. Пять рабов еще унес, это хорошо. Тридцать, сорок пять тридцать в пользу просто. Прабам, это великолепный истоц. Сейчас открою дверь, мама. На наши зонды напали. Телепортация завершена. Так, ну все, ребят, я здесь. Третья Нексус Папера, адепты есть, Феникс есть первый, еще два строятся. Линги тут что? Линги будут забегать? Нет, забегание пока никаких не намечается. Короче, по лимиту, по всем параметрам Харстом Плюсе. Ну, судя по всему, да, сортов чисто из-за пинга этому корейцу проиграл. Мертвенький какой-то кореец. Вот, не было пинга, я думаю, что все бы замечательно. Было бы двенадцать адептов, этот раз вперед двигаются. Что есть у Слипа? Ни-че-го ответ здесь. Просто ничего вообще нет у него. Вот прикол-то. Так, адепты врываются. Сейчас Фениксы поднимут королев парочку-тройку штук. Адепт на рампу проходит, да поднимается. Максимальная энергия кого-то, блин? Слипой. Харстом реально, вон там королева, сотка энергии у него стоит. Поднял каких-то двух, у которых энергии вообще не было. Реально, вот тут королеву поднял бы, эффективнее бы, намного бы подрался сейчас бы Харстом. Еще одну поднимает, две королевы поднимаются, адепты лингов разваливают, потери давайте глянем, потери просто невер... со скоростью света не в пользу вообще. Зерга здесь увеличиваются. Падает королева, адепты лингов гаденос, 565 это ГГ, ВП. Ребят, посмотрите, вы по юнитам просто посмотрите и вы все поймете. Линги убегают, сюда вот эти адепты будут отбиты, но там новая порция идет сейчас из шести штучек, по-моему, да? Даже зелком с одним, зелок тут уже говорит, сейчас я помогу развалить всех. Медленно, ну верно. А что, застоялся, застоялся, надо размять старые когти на рампе, там застоялся зелок, браток. Феникс приходит, гидру разваливает, рабочие просто уничтоженные все. Какой хлам Харстом развалил оппонент своего, это жесть. Вообще, в этой месяце, отлично. Следующий, кто у нас? 17.31, полчаса, еще одно, два, три как минимум успеем посмотреть, я думаю. Хотя, ну, не минимум, а одно успеем, два-то точно не успеем за это время посмотреть. А там уже и Starline на носу, ребят. Звук звонка. Звук звонка. Так, что там, кто там? Уже. 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 Продолжение следует... 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 макс это скорость таки адептам ускорством и плюс 11 билд с ранней фаршой давно я таких билдов кстати не видел интересный билд спасибо в инстри семерки призовой поддерживают сбор дивана выложу не волнуйтесь записи может сможете посмотреть и в прямом эфире прикольный это вчера шестигранник потерялся парабам макса чуточку плюс и сейчас картам твайлайт не строится очень странно вообще только-только заказывать но он под плюс 2 фактически твайлайт заказывает а здесь добавляется 4 это харстам прямо сразу же это обнаруживают то есть это очевидный адепт уж 7 это общество будет со стороны макса да ну значит играет слишком долго быть не должна ну и кстати здесь у просто точно атака не успеет тут глефа резонирующие доделаться к этому моменту гейтов он 2 добавляет 4 сейчас будет и мортвых подстраивает 1 право подстраивать опасный пуш на самом деле будет без грейда без без гейтов хорошего количества харстам будет бить тут наконец-то грейд заказан и плюс 1 играет этот ну плюс один я не бустил на месте харстного плюс 2 он хоть как не успеет делать лучше конечно роба наверно пустите вот этот дрейд ну артам виднее принципе если он здесь не даст оппонент проф зайти к нему то можно и и плюс 2 заказывать может быть постоят друг напротив друга и к китаец отступит хотя вот по таким билдам как китаец сделать отступать уже некуда реально пришел кастом пробку минут ну выманил оверчаж двумя адептами улетает спокойно призма летит вперед так вперед не двигается пока что странно так все иллюзия минус будет но видимо сейчас макс пытаться прохарастить лимит хороший большой лимит сейчас нужно выдвигаться вперед или это не все таки пробку от пошла похоже что нет будет 3 но какой не третий некст если у харстом плюс 2 уже вообще с глефами это экономический дэмэдж попытаться нанести как адепты другой то экономический дэмэдж наносит между прочим 6 уже пробок уничтожено это реально много адепты заходить сюда не стали карстом тоже 5 смотрите здесь 4 адепты с глефами уничтожили 6 а харстом двумя без вообще скорости атаки 5 пробок уничтожил где он вообще взял то харстом я сейчас понять не могу ну карстому нужно что делать ему нужно плюс 2 срочно загустите ему нужно до варпить архончиков из двух бас и убить просто оппонент своего это видно сейчас адепты есть и скорость так есть как мазеркор хотел харстом зафитбэчил нет не зафитбэчил мазеркорд адептика один упал остался ник остался ну что ты харри бегает здесь man с тобой погуляют оп-чалик молодец сразу с дивана научился прыгать хотя тут и прыгать то особо нечего так висит призма три адепта пси-штромовичок здесь есть в это время китаец рядом хоть третий нет нексус тут рядом есть ну где вот как же повезло мазеркору у него один хп сейчас остался это просто дичь какая-то нужно забирать деп харстом 8 уничтожает пробок маза заберите пси-штромовичка фитбэч не знаю что они сделают в конце концов 9 пробок харстом уничтожил но у макса да все больше лимитов аржу он добавляет нужно аккуратнее быть харстом нужно улететь выход надо делать третьего нексуса не делает и выхода не делает странно это очень призмой с потеряет минус 10 лимита можно и проиграть игру таким образом так мимо третьего пролетает спалился харстом все надо двигаться вперед каждому обязательно сейчас пока чуть сидит не двигается вот пошел выход наконец-таки архуны есть адепты есть плюс 2 есть у оппонента по нулям грейды сейчас нужно успеть прийти так здесь что-то не сливается ничего пищевая как-то сливая вот наконец-то сливается потолкать бы его еще вместе с собой он не догонял бы а слился где-нибудь вот здесь вот было бы прикольно но нужно окружить его чтоб юниты толкали вот так вот это в кучу адептов морфит это такое возможно вполне так мазеркор где мазеркор на мэннин у него там на один увертаж у этого мазеркора то есть энергия немного мягко говоря каждом ходит тут рядом не хочет телепортироваться это 10 пилона так неплохо у китайца наставлены что тяжело на него идти вперед вообще филды от хастом очень хорошие поперли контрфилды от макса да архуны дерут там тоже архуны есть по эморгалам по эморгалам принципе у хастома побольше растянул тут китайчик фронт сейчас хаст нужно отступить и хастом по лимиту проседает но только за счет плюс 2 сейчас можно тащить хастому по итогу плюс один еще не готово все архуны все упали филды никто не давит архун один танкует пока дайвай остальным юнитам нормально биться с н3 падают все падают адепты хастом продавливает пишет макс как не диван да вполне нормальный диван короче блин выхожу я захожу на европу делаю стоп-старт ребят сейчас я так хотя ладно буду может вместе выложить все одним водом мне лучше стоп-старт делаю хотя я не буду а тут зрители будут разрываться короче задержка есть нормально все в общем сейчас я зайду скоро очень подождите и а и 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 так ребят все я здесь сейчас переменную стрим стоп старта делать не буду вот вот вещей сейчас все тоже переименую все везде все переименовал ребят игра начинается отлично поехали так что на виде ристрима нет не понял я почему сейчас на тим ликвиде все переменную а Как мне диван? Да я ещё пока не сидел, но нормальный вроде диван, как бы по площади большой достаточно. Поехали, бой 5 у нас, ребят. Надо будет на Team Liquid посмотреть, не было ли бы новых версий этого, вы поняли. Геймхардовского интерфейса, потому что что-то багануто этот. Ну что, ребят, приветствую всех. Starline у нас начинается. Помните, что вы можете поддержать данный турнир. Заходите на его страничку, там есть через плеер, вообще-то, GoodGamer можно, через GoodGamer систему вам поддержать. Вот, ну уже всё переносится на следующий сезон, соответственно. Потому что в этом, ну, уже призовой 50 тысяч сформирован, как-то так мы на следующий также и планируем. Вот, а не кибит, я выложу потом. Вот, и ты посмотришь, как я его собрал. Два там, две части будет. Первая часть с потерянным шестигранником, вторая сегодняшняя. То есть сегодня, в принципе, дел минут на... Если бы я не разговаривал, там на полчаса дело было, как бы, после вчера. То есть, в принципе, я думаю, в час бы вообще, в целом бы уложился бы даже, наверное. Ну что, уже опыт есть более-менее, да, как бы, и киевского много чего подсобрал. Не, уже об этом говорил. Прибегает Минато тут лингами, зачем-то вниз, прям рабочих всех вперёд, зачем прям вниз-то. Ну, он КСМ-ками отгоняет, тут нету реактора просто, поэтому и надо отгонять. Демедженного линга сейчас грыз. В общем-то, Минато больше ничего сделать не может. Минато мув сейчас будет готов, 28-24, парабам. Ну и всё, реактор есть, депошечки надо прикрыть. Куда, однако, КСМ-ка-то едет, что делаешь, Экзэ? Всё, добыча начинается, чётко Экзэ отбился, я бы сказал, сейчас достаточно. Вот. И всё такое. Также не только вот этот турнир может поддерживать, но и мой канал, естественно, поддерживайте, ребят. Всем за это громадное спасибо. Вот. С рекламы в этом месяце вообще ничего. Да и вообще я уезжал в этот месяц вообще просто. Да, я смотрю цифры. Ну, понятно, что я хотел как бы стримов, должно быть много, чтобы поддержка была и премиумов много было бы. Интересное здание здесь пошло. Очевидно, что это будет какой-то там агрессор стиль. Вот. К чему это приведёт, я не знаю, но Экзэ прекрасно увидел вот что. Роуч Ворон заказанный у Минато. Так, Криптумор пошёл от Минато ещё вперёд. Успеет ли он подстроиться под это всё дело, я не знаю. Соплай-блок нелепейший, просто нелепейший. Соплай-блок и задерживаться будет весь врыв. Ёма-армор. Вообще криво всё, Экзэ сейчас здесь. Сделал что именно. Уже готова армор, и уже должен идти халбат пуш, но он завтыкал с депушкой. В итоге ни гелиона, ни ёма, три марика. Вообще, нет, даже, я уже не вижу смысла даже пуш это делать здесь. Надо просто дома немножечко постоять и всё как бы. Выйти в третью цешку, по-моему, халбаты уже абсолютно ничего не сделают. Одному гелик устроит, вообще бред какой-то. Сейчас у соплай-блока нет, марика всего три. Вроде как, типа, как хэппи дел, ну, третья цешка. Но исполнение просто захромало вообще. Сейчас у Минато строится так. Три роуча, два реведжера уже делают с один слингов. Есть дети роуч-реведжера вообще. Вот они, реведжеры. Вообще не вижу дронов, кто-то едут. Дронов нужно развернуть, но теперь уже всё в порядке. Экзэ проезжает мимо, походу, и никуда не собирается. А вчера все могут признать, что это сделал. Ув�, а вдруг сейчас идёт на крыла. Животка же теперь уже крыла, но пока не собирается. Но кто-то не собирается. Ну, если говорится, лапы у Т-рит-ритер, А я не могу сказать, что то-то не ошибается. А я не подумал, что это всё может быть. Постоянный соплай блок Уэкзэ, что-то он то ли нервничает, то ли что, но вот в плане соплая у него вообще косячно очень все происходит. Посмотрите, ой-ой-ой, какой интересный свитч сейчас идет, вы сами все видите. Зерк пока ничего не видит, ну и что же, это будет интересно очень. Вторая лаба здесь заказана, это на реактор полетел, ну вы поняли, что это за стиль, я думаю, многие, но... Минат еще только предстоит это понять, но сейчас будет очень долгий момент, ну как долгий, несколько минут, минуты три, сейчас будет четыре для Минатка, он может просто прийти и на оклики все сбрить просто сейчас. Пока появится достаточно либераторов, пройдет очень много времени, заезжает Экзэ, а раз, три дрона уничтожены, сейчас четыре дрона уничтожены, и здесь гелионы принимают, здесь 106-7,6 по лимиту, 1-1, мув роучем пошел, здесь третья, здесь третья, ЦС-чика начинает просто настолько в наглую, что ну, можно сбрить все на... хотя бандши уже есть, так, несущие винты, это бандшам мув пошел усилий на несущие винты, почему не раньше либераторам сначала, ну, бандшами проще будет харассить, да, они будут гораздо мобильнее, это важно. Вот, у... так, у Мината шпиль, у Мината шпиль, дрона на четвертую, заказывающую экономику, он сейчас раскачивает, 1-1 здесь грейды, в принципе, это все гидрой масс, можно даже контрить. Так, забегают линги, холбатчики, чинги ленщиков, есть парочку штук, линги что-то пробегают, куда они пробегают, депошечка закрывается, Минат не смог ничего здесь разведать, нужно, не надо лингов отдавать. Романовский поддержал ваш канал на сумму 150 рублей. Так, прилетел Либератор и... Да, у Мината тоже были косяки, но у Мината больше косяков было, чем у Мината. Романовский, спасибо тебе, спасибо всем, ребят, за поддержку. Так, где стеночки, 120-144, но, в принципе, ситуация-то неплохая сейчас, а вот это вот для Мината вообще, он просто вслепую это делает, но то, что могло бы в хлам развалить, причем за один вот до заказ, 4 можно Либератора было заказать, они бы уже законтрели всю эту мутку. Их тупо нету сейчас, и мутались какие-то могут поразваливать. Так, Банши залетает, унижает ревер, скорость Банши 5,25, а мутки 5,6. Мутка чуть быстрее летает, мува овером нет, поэтому Банши спокойно свалит вообще. Вот, сейчас я поставлю РФП, ребят, добавлю Романовского поддерживателя. Спасибо всем, ребят, за поддержку громадная. Так, рублевых, двух рублевых вытеснили сегодня, и это меня радует. Посмотрел вниз, заметил, что контрола не проставили, надо поставить. 192,23,4, Минато просто назаказывал масс с Роучи, всего-всего масс. Все, 4 Либератора есть, это значит, что... Хотя 17 муталов, 17 муталов, ну в стеке в каком? Минато куда-то летит, что в стеке летит, Минато, сплит, да где вообще надо сплитить? Жестче, в каком адовом стеке летит? Минато вообще просто летит. Неужели, вот я не понимаю, вот когда такое смотрю, меня всегда поражает. Неужели просто не взять раз, сюда, раз, сюда. Да, все, уже на три куска посплитил. Просто обвести хотя бы сколько-нибудь, там один стек продемеджится, другой нет. Так, здесь туретчики, туретчики живут, пока мутались больше нет. Харапторов добавляет Минато сейчас, 4-ю цечку нужно отменить. Не надо бить депошки под бандшами, это факт. Можно было бы закупку Роучим сделать при этом всем. 4-ю цечку желательно отменить, туретки Минато подшатал, уходит сейчас. 4-ю цечку, ну, продакшн цечки отменил, но сама цечка живет пока. 5-я хата у Минато, экономика хорошая. 23 Роучи еще, грейды. Так, две атаки рейнджовых. Будет 6 карапторов. Почему так мало карапторов? Надо штук 10 было заказывать сейчас. Для дивана сегодня стрим не приспособлен. Почему? Потому что нужно и моник ближе ставить, и мышку ближе ставить, и вебку по-другому вешать. Теперь нужно на экран собирать, чтобы я с дивана мог стримить на большой. А это, ребята, серьезные бабло. Сами знаете. Некоторые ребята собрали, что-то говорится. Значит, и я соберусь. Так, ванши прогоняются. Здесь у нас что? Здесь у нас GG пишет EXE. Просто кидает матч, Минат пишет GG. 1-0. Ждем вторую игру. Что, заезжайте, Миш, на выходных. Илюха вот на Близкон собрался приезжать там на начале ноября. На Близкон-то я не знаю, как бы, но Илюха не только на Близкон, но побольше дней, наверное, будет. Вот, и вы в какой-нибудь подруливаете. Потому что если на Близкон все это будут неудобно, будет это мне надо слишком долго будет стримить. Мы с ним вдвоем будем стримить, в принципе, можем. А вы там тоже подгоняйте под конец. Ну, я сообщу, когда чего еще. Если будет возможность, конечно. Спасибо. 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 . Спасибо. . . Спасибо. . Спасибо. . Блаевская тема здесь фактически пошла, и тиран увидит это не сразу, мягко говоря. Скорее всего это раучворон будет. Проще моник над диваном еще один повесить. Ну, учитывая, что мне нужна будет левитирующая платформа над ним, то, наверное, попроще все-таки будет купить большую плазму сюда. Чини плазму, а какой-нибудь тельфь, да, там, ну, вот, экран какой-нибудь, потому что куда вешать-то там над диваном. Роучворон строит минато. Риппер тут бомбардирует личинки сейчас. Выходят линги. Вот, если прижали к стенке его, чтобы ему облетать так пришлось, может быть, даже и подгрыз бы минато этого риппера. Ну, в итоге два линга будут потеряны, но тут ничего не поделаешь. Так, Марик, можешь ловера сбить одного Марика? Не хватит, точно. Так, риппер личинки решил забомбить. Не, братан, тут у тебя так просто не выйдет ничего. Криптумор нужно ставить крайне аккуратно, если его убьют, это просто печаль. Так, криптумор ставит минато нормально, аккуратно. Сейчас роучи пойдут здесь на факте лаба. Ну что, фаерболят здесь минато бункер. Ну, блин, мало вот этих двух, трёх, четырёх даже мало фаерболов. Нужно больше. Депо... Вот, а почему бункер? Ещё и с внешней стороны надо рабостроваться. Депошечку фаерболь. Зайди сюда вот так вот за фаерболи, всё. Так, пошли там фаерболы на КСМ. Так, реводжеры подошли, чуть не отдались. Королева тоже чуть не отдалась. Ну всё, минато ничего не сделал, надо хату самому ставить, можно быстрее дроном втыкает. Хату не ставит сейчас. Это фэйл реводжера одного отдал, но если ты фаерболишь бункер, то демагера вручную внеси чуть-чуть, ё-моё, чтоб он упал, блин. Ну что за бред-то, блин? Здесь пробить бункер, всё, ГГ практически тирану. Вот сейчас хп осталось там меньше сотки. Просто нафаерболил бы, ещё бы и с руки разочек. Как раз зашёл бы под Либератора. Минато потерял, в общем-то, момент. То есть видно, что билд знает, но как-то опыта нет в плане исполнения. Но очень важно здесь ещё крипом всё засрать здесь, и тогда тиран очень тяжело будет выходить на базу, как во вторую. Это очевидный, да, момент. Да, несмотря на то, что Сэшка есть, пока тут всё выебишь, пока крип спадёт, пока эти юниты уйдут отсюда. Бегают тут реводжеры, королевы крип плодят, крипом много очень будет. Тут Танчик Сиджеса сейчас будет выбивать крип. Пошёл скан, криптумора выбивает у нас тиран. Вот куда Минату? А, здесь Либератор прилетел, королева минус. Я думаю, что здесь уже очень всё плохо у Минато. И придётся ему, возможно, в ближайшем будущем ИГГ написать. Здесь криптуморы есть, надо вниз их срочно пулять, потому что они тогда не погибнут, если вниз смогут уйти. Танчик Хатку понемножку убивает. Либератор прям наглую на дронов раскладывается. Жесть, терпит Мината вообще сейчас. Переразложен Либератор сейчас. Ну, зря сейчас тиран складывался, его потерял. И он на 10 рабов Мината отстаёт, но у него есть шанс нагнать. Почему пока Сэшка... Хотя крип уже сейчас поёт, что Сэшки сядут, и можно сразу же взлетать сейчас. О, что с какими-нибудь своими... Они своими никами играют. Ну, Фроуч у Мината, то есть он понимает, что плохо у него всё относительно, и собирается атаковать. Но здесь-то он уже чего? Здесь уже три танка. На Старпорте реактор. Кстати, учитывая, что здесь лабы все свободны, вот на бараке реактора. Возможно, мы сейчас мех какой-то стиль увидим опять в очередной раз. Так, здесь овера собьёт сейчас Эгзе. Овер минус, Мината. Это не на руку вообще, не нужно ему терять. Здесь что, армори пошло? Да, да, посмотрите. Реактор на факте, две лабы свободны. Здесь две факты, можно сказать. Нет, в Корее я не был. Камни пробиваются. Эволюшн, третья хата. Ну нет, Минат тут по нему чеку развивается. В принципе, если Тиран Мех будет играть, то все карты в руки просто, ещё шансы все есть, чтобы победить здесь у Мината. Вот это вот проблематичность этого крипа, да? То, о чём я говорил. Запилен здесь крип был, и сейчас всё. Вот здесь часть выбил, здесь живой. Обратно пилим всё сейчас, как бы. Здесь криптумор живой. Не, ну куда так нагло под танком, Мината? Чё-то тормози, что-то назад пильни. Ну ладно, один погиб, второй тоже погиб здесь. Банша контролила. Всё, здесь крипт мёртвый остался. Он есть, как бы, но он дальше не может распространяться. Добавил с крипт мисы��라고. Так, 30 сэшечки у Экзэ, армор делается, на второй что-то... Ё-моё! 33 ксм на 16 минералах при криво поставленной турецке, которая мешает добывать, что за дичь вообще? На мэйне уже, правда, минералов 5 всего осталось, да, как бы, и можно здесь не париться. Ну, сейчас половину рабочих отсюда смело вот так вот берем, ну, не так, но... Ну, так вот, чик, и сюда сразу же переводим. Здесь Либератор каких-то оверов гоняет, Минато, что там, шпиль делает Минато. Фаербулы пошли на Либератора. Либератор выжил, и как он сейчас набомбит, а? Ой-ой-ой-ой-ой, отвоились, дроны назад приехали. Вторая рейнжовая атака. Ну, вот газа на 14 муток, минералов нету просто-то, блин, минералы нужны Минато сейчас очень-очень сильно. Вот, шпиль сейчас будет через секунду готов, но нужно мутки как-то, я не знаю, больше заказать. То есть, если вот с 15 муталисками сюда ворваться, это минус стиран будет. И вот там 3 мари, хотя тут марики есть, минка, там, циклон один, туреточки, то есть сейчас можно пару... А, вот циклоны еще пошли. Плюс торов можно подбавить там пару, хотя тут мутку можно тупо циклонами. Убивать 8 муталисков сейчас запилено. Либератор на Ксилнагерову сейчас 3 минато, чуть не видит, не контролит эту карту. Вот такие моменты. Потери вы видите, ема, катастрофа для жерга. Но те потери в прошлом уже так-то экономика жила. Крип соединился, посмотрите, крипа сколько. Не проще ли с землей какой-нибудь было сыграть? Королева из рейнжа Либератора выходит, муталиски отменяем. Здесь у нас пошел фьюжн-кур. Для чего? Для того, чтобы, видимо, Либераторам еще что-нибудь рейнж делать. 5 факторей, 3 старпорта сейчас будет. Пытается перейти те ружи в абсолютный мех с воздухом. Второй армой правильно абсолютно нужно делать грейты на атаку и на воздух. Привет, Наргил, спасибо тебе. Спорка на 4 ставится. Ну, Минато играет с полного вообще минуса. Сейчас всего идея, задумка вообще не получилась. То есть, когда он здесь кидал фаерболы, в один момент у бункера осталось там где-то 80-100 хп. Ему надо было его в тот момент и пробить. И тогда бы он вообще тирана развалил бы, возможно, даже на раннем этапе. Но он этого не сделал. Так, Крип выходит в центр, выбивает у нас с Экзе. Танков достаточно много. Есть... Есть здесь и циклоны. Циклоном даже одного муталиска не подрезал. Ну, так, Крип повыбивал. Здесь ровуч камни шатают. Торы первые поперли. Циклоном атака уникальная. Один-один есть у Экзе Грейды. Сейчас нужно еще делать. Дошли ровучик АСМ. Пошатал. Тут неплохо, кстати, Минато. Девять просто на ровном месте. Десять-двенадцать. Турельчику отменил. Надо уходить. А, ну это отдача после лимита получается от Минато. Хараптер и Грейтер Спайр пошел. Ну, с Грейтер Спайром, кстати, к брудам вообще не готов. Тиран сейчас. Да, есть пару Торов. Да, есть три Либератора. Но тут викинги нужны. Позарез будет от брудов. Плюс Грейды надо продолжать делать. Минато, он третий. А так уже есть один армор на воздух. Забегание на третью идет сейчас. Неслабо. Так, Минато что-то... Редку надо убить сейчас. Что и бункер-то? Ну, бункер тоже как вариант. И бункер, и турец. Убивает Минато. Циклона подрезает. Рабу подрезает. Еще семь СМС уничтожено. Ну, Тирантов, в принципе, боевой лимит высвободить. Это за счет муру будет здесь жить спокойно абсолютно. Так, Минка делает залп. Ну, тоже тут вообще мясо развалит всех вместе с циклонами. Короче, уничтожено. Все, здесь плеточки есть на центре базы. Базу ставят. Надо вот здесь базу ставить, учитывая, что камни пробиты. Вижу девять брудов и девять карапторов еще. И Минато, посмотрите. То есть, Экзе не готов к бруда. Вот, а Минато не готов к харасу гелионами с синим пламенем. Бруды полетели вперед. Все, сейчас карапторы плюс мутку туда подлетят. И они прикроют от воздуха. Посмотрите, что есть три либератора. Все, бруды сейчас разбомпят все к чертям вообще. Ну, еще бы грейды в шпиле бы делал Минато. Был бы молодцом бы тогда, конечно. Но он их не делает пока. Так, Минки по своим же... Неизвестный поддержал ваш канал на сумму 100 рублей. Поме не был в Корее, потому что в Корее украшают торты помидорами черри. Это не шутка. Ведь все дело в том, что в Корее помидоры считаются фруктами. Ну, так значит, мне надо срочно в Корею. Потому что в Корее я торт. Ребят, заходит Минат. 189, 129, минус Экзе. Сканить надо, сканить надо, ребята. И тогда бруды не будут неожиданностью такой. Вот тебе и все. Что тут и говорить. Спасибо всем за поддержку. Ждем в третью игру. Пока что в Экзе особо шансов не было в этом матче. Ну, может быть, в третьей сейчас что-то получится. Ну, Минат готов к меху просто. Продолжение следует... 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 делаю. Только такой вариант, я предполагаю. Чаль, прекрати! Я аж офигел от звонкости сейчас лая на диван. Видите, стерзь дивана на окно сам лазит. Там все контролит, кто по улице ходит, а видимо, кто там ходит. Ну что, 5 мариков плюс минка плюс там рипер залетал. Ой, как минка жахнула 10 дронов, как с кустами нато. Куда ты чертовых рабочих своих ведешь? Я не понимаю. Неужели ты минку не видишь? Так, королева еще выходит. Надо сбивать. Медивак сбивает. Мне надо медивак. Один марик только загрузился. Как же, наверное, обломно, если ты марик и твой медивак сбили, и ты на базе зергов один оказался. Хотя вдвоем и втроем тоже ничего. Хорошего бы не было. Ну так, один буду погибать молодым, короче. Так, инъекция пошла. На грейсе базе. Здесь либератор нормально бомбардирует личинок. Ну, кстати, уже такое было в предыдущей игре. Но в предыдущей игре еще более печальная ситуация у Минато была. Кстати, здесь рейндж либеркам почти готов. С рейнджом либераторов будет тяжело отбиваться безусловно. Но опять я вижу, что мех. Так, сбиваются либераторы. Нафиг отдавать их до готовности рейнджа. Я не знаю. Четыре гильона вперед летят. Они могут, на самом деле, сделать больно. Плюс еще шесть едут на муве, в общем. И либераторы тоже вперед полетят. Продакшн уже хороший. В этот раз два Старпорта быстрее заработает. Но Минато уже готов к меху. Он уже два шпиля ставит. То есть, как бы, у него все в порядке. Здесь гелики заехали, а у Минато стенка глухая. Но на Мэйне зато сейчас может больно стать королеву из подлибератора. Нужно увести. Угоди Минато. Уводит Минато королеву из подлибератора. Убивают они там все. На Мэйне одна королева. Что ты будешь делать? Надо дронами биться, получается. Здесь, вроде как, от стенки отгоняет королеву. Но гелики пожгут, скорее всего. Роуч приходит. Девять дронов опять уничтожено. Так, здесь и Либератор пришел. И что? Скан Крипто выберет. А дальше-то что? Дальше ничего. Так, сбивает. Ах, как повезло-то не было. Видимо, сейчас последнего выстрела не хватило. Я уже говорю, сбивает. Нифига не сбивает никого Минато. Вот. Опять Либератор на третье. Опять везде идет Харас. Опять Минато не готов. Опять через рейндж Либератора заходит. Сюда минус королева. Дрона минус. Скорг перекапывает. С другой стороны прилетел. Со всех сторон, короче, осада здесь. Муталиски выходят. Но на Мэйне точно Минато подзатерпит. Опять же, королева минус. Как он больно делает. Как эти юниты больно делают. Здесь просто жесть вообще какая-то. По лимиту ситуация близка очень. Либераторов по три штуки строят. Часть постоянно вперед. Идет Банши и Гелионы. Ё-моё. Где Армари? Где граиды вообще у тирана? Что он творит-то, блин? Ни одного граида нету. Сейчас. Вот где засада на самом деле. Прилетает мутка. А Либераторов-то чуть ли не больше, чем муталисков. Ну, примерно столько же. Поэтому, конечно же, это ГГшечка всей мутки вот этой. Не, не все. Четыре выживают. Улетают. Либератора не догонят. Они помедленнее летают. Минато забыл про муталисков. На муви их отдает. Развернись-то. Залп сделай. Нет, не сделал. За залп никакого. Выход идет вперед. Восемь Карапторов заказано. Ситуация близкая сейчас по лимиту, по всему. Здесь Плютки у нас. Королева вообще хрен пойми где. Гелики заходят спокойно. Там Либератор с Баншами громит. Гелики на третьей базе. Роучи не справляются. Подплетки велики свалили. Но рабов, кстати, у Минато много остается. Еще мутка прилетает отбивать. Карапторы прилетает отбивать. В принципе, если Минато четвертую отобьет, а он отобьет, ситуация более-менее нормальная будет. По рабам-то близко вообще. Все, справился с обороной. Там циклоны какие-то, там грейды пошли. Минка не успела жахнуть. Вот это хрен пойми этих минок. Как задолбало Либератора Мюзерга уже. Минато, наверное, сидит там и думает, блин, какая же дичь. Но потерь у Минато меньше на 2к практически, что самое интересное. И опять Либератор прилетает, ведь он бомбит. Рейндж гигантский. Смотрите, вот он на секунду в рейндж заходит рабочий, и вот он рейндж, а вот где гибнут-то они. Халява какая, блин. Знаю, что ПЗНЖ выходит, и мимо этот залп вообще ничего не убивал бы. Вот. Здесь уже ЦС-чика очередная. Ну, по грейдам тиран явно сейчас в полном провале находится. У Минато еще 2 шпилей бы делал грейды. Вообще б молодцом бы был. Зерк вынужден только рабочих строить. Сколько за игру погибло? 69 уже дронов погибло. Это много, ребята. Это очевидно, что много, да? Как бы здесь уже спорки со всех сторон, в общем-то. Пятую хатку Минато ставит, но он живет, в принципе, я бы не сказал, что припевающе. Но 75 дронов, ё-моё, это хорошо живет. Так, гелики опять на четвертую заезжают. С воздуха Минато прикроется, блин, по земле затерпит. Что ты будешь делать, а? Еще дронов миллиард заказывать? Проблема для тирана в том, что Зерк, в принципе, отстраивая дронов, он нормально себя чувствует при таких билдах, при таких играх. Нужно здесь плеток наставить. Здесь-то стенка есть. Вот здесь все наземное надо держать, так как там была стенка. Либератор опять залетел, опять бомбит. Ё-пара, СТ, как же, блин, он бомбит-то жестко. Еще дронов минус 33 минус. Парабам проседает Минато. Но если 200 даст скопить, то все плохо будет, конечно. Минато еще 12 дронов заказывает. Пятую надо раскачать, конечно. Здесь масс эволюшены пошли. Что это? А зачем? Вайперы где-то есть? Нет, вайперов нигде нету. Но это под будущих, возможно, вайперов. Я не знаю. Пока что ни вайперов, ничего не наблюдается. Здесь приходят либераторы. Где карапторы? Да роучи-то в рейндж пошли там. Так, пошел замес. Роучи заходят в циклонов. Карапторы убивают викингов и либераторов. Здесь Минато стопроцентно отобьется. Причем достаточно легко он отобьется. Карапторов вполне достаточно. Либераторы пытаются разлететься, развести тут все. По лимиту Минато сразу же в плюсе оказывается. Циклоны падают. Все везде падает. Либерков нужно минуснуть. Либерков минусует. Хорошо. Тут ничего вообще не убили. Вайперы есть. Блин, жесть. Тиран сейчас как отдался вообще. Чуть ли не 5к. Разница по потерям сейчас. Сейчас Минато все. Сейчас Минато стабилизировал точно. Золото берет Экзе. Ну как тут он? Я не знаю. Если бы у Экзе было бы уже давно не два, а три армари. Вот у него было бы три двойки грейды. Чтобы воздух с двойками было, земля с двойками было бы хорошо. А так у него одна атака на воздух, земля один-один. Ну шильзы грейды такие. У тирана, у которых 5 бас есть, на 14 минуты в лотве. Так, пять плеток еще. Минато тоже что-то по грейдам остается. Ну эти двойки уже там. Только атаку на воздух сделать и все. 161-167. Тут минки пришли. Опять приходят сюда Экзе. Что такое будешь делать? Больно Экзе приходит сюда. Роучный. А минки порвались сейчас. Бабах очень жесткий произошел. Дрова щеночка не хватает. Минато. И вот сейчас он как-то... Подождите. Что у нас поролка? 95 дронов. Куда ты рабов-то строишь? Хватит столько рабов-то, я не понимаю. Всю игру убивали, но отмасил рабов. Зато добыча просто. 3300. Тиран там мулов выкидывает. Сколько там? Я не знаю у него. Кстати, мулов... А нет, там пять или шесть добывало. У зерга все равно больше. У него рабочих пол лимита. Конечно же больше будет зерга добывать. Надо золото ставить. Мне надо ставить золото. Спорки там перекапывают. Все везде перекапывают. Караптеров еще строят. Бруды начинают бомбить. Грудлингов мин конечно убивают. Ну а дальше то что? Дальше ничего. Грудами нужно двигаться вперед. 2-1 воздуха. А у оппонента воздух только с армуром. Ну иди ты 2-1 реализовывай. Мне надо что-то сидеть. Ну 200 же. 200 же чертового лимита блин. Бруда 4. Все вперед. 3-2 грады на воздух у Минато. Все, пошли бомбить бруды. Там турецчики все бомбят. Вайперов... Сколько вайперов у Минато? 6 штук. Это много. Будет притягивать Минато или будет зелень кидать? Я не знаю. Зелень пошла от Минато сейчас. Хорошая зелень. Викинги вообще не сплитятся. Минато в хлам. Просто пожирает все зеленкой. Как же вообще жестко. Реводжеры плюс бруды все разваливают. Викинги падают. По земле все падает от воздушных юнитов. Минато заказывает все четырех роучей. Делает 195-117 по лимиту. Судя по всему, ребята, это победа Минато со счетом 3-0. Спасибо, Винтери. Уже пора бы стримы долгие проводить. После того, как я приехал, еще особо долгих не было. Караптера зеленкой здесь все облили. ЦС-шечка падает. Все падает. Короче, Минато дальше идет. Гриды делаются все абсолютно. Красавчик. Минато 3-0. И проходит он дальнейшую стадию. Я не знаю, в кого-то он по сетке попадет. Сейчас посмотрю. Ну что же, ЦС-шку зашатывает. Да, викинги его летели. Пытаются почему-то именно бруду фокусить. Экзе. Ну не отфокусишь ты бруду. Подальше-то что? Продакшн какой-то маленький. Викингов много строится, а по земле точно экзе нечем бороться. Сейчас на викинга танков, наверное, было построить. И циклоны. Были бы здесь 3 танка, хоть, может быть, отбился шанс бы какой-нибудь от этого всего наземного. Заходит Роущий. Сейчас все уже будет выбит, вообще-то продакшн. Весь депошечки падают, в чем ценнейшие депошечки. Отбился по воздуху тиран, а ему сейчас убьют весь продакшн наземными войсками Минато убьет. Хотя экономика еще есть более-менее. Ну и дальше Стрэндж против Хеллрейзера будет. У нас здесь Стрэндж абсолютный фаворит, ребят. Здесь еще-чуть продолжится, конечно, игра. Но тут муткий миллиард вылетает у Минато. И GG1000XZ 3-0 Минато побеждает. Такие дела. Так, ну что, я отлучусь, ребят. Поддерживайте данные турниры и мой канал. Я сейчас подойду. Вот, завтра группа... Да, завтра группа DSGL вроде бы должна быть. Сейчас я вернусь, ждите. Пока подчеркают карты игроки. Поехали. 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 Здравствуйте! Александр Николаевич. Я здесь был, опять же, в интернете проек Пользователь Донтек активировал премиум на ваш канал. Продолжение следует... 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 Субтитры сделал DimaTorzok Так, ребята, проблема с поддержкой Субтитры сделал DimaTorzok Так, отписал, ребят, часик Я не знаю, попробуйте Перелогиньтесь, ребят Может быть, в аккаунт или что-нибудь там сделайте Другого у меня совета тут и нету Собственно говоря, никакого Вот, перезайдите, может, на сайт ХЗ, может, что-то появится Может быть, Ctrl F5 Нажмите, может, в аккаунт Перелогиньтесь, без понятия Как мне починить это все дело Это печально, как я говорю Но я при чем Не в моих это интересах, естественно Можете по реквизитам Просто напрямую поддерживать Кому пофиг Так, ну что, фаворит здесь безусловный Стрэндж этой пары Вставочки на КПТ есть Кому интересно сказать Минато против Касса будет биться А Касса... Так, Касса Нигму раскатал Блай, кстати, он на отборочных, я бы сказал Тяжело, Минато придется Но нужно биться Стрэндж будет биться Или Хеллрейзер будет биться С победителем С Блайм Ребят, не знаю в чем хрень Днем поддерживали люди Как бы, когда диван собирал Видимо, Миша мне обрубил Как бы, говорит Ну, все, теперь Пока дивана мне там не соберешь В офисе, короче, поддержки не будет Вот, ну, что делать-ка Никто не отвечает Пока в конфе тоже Его, видимо, не нужны Сайту бабки Вот Мне-то нужны Так, приходит адепт Хеллрейзера Пробочку минус Ну, Стрэндж сталкерами Отгоняется Типа, рабам Хеллрейзер уже в серьезном плюсе Но у него не строится Некстус В отличие от Стрэнджа У которого Некстус-то строится Что, адепт телепатнулись Ошибка от Хеллрейзера Терпортируется адепт Верчаж выставляется Все, здесь ничего не убьет Вообще Хеллрейзер Стрэндж отбивается Все, ок Так, пролетает Оракул Хеллрейзером Рабочих у Стрэнджа На второй базе нету Стрэнджа Все, намейнистый Намейни-мазеркорно Поддержал ваш канал На сумму 100 рублей Проверка платежа За соточку Так, умнейший Все получается Смотрите-ка А что у вас не получается? Может вам что-то Какой-то пункт пропускаете, ребят? Я не знаю Ну-ка, пробуйте-ка, ребята У шефа получается Ну и скиньте скрин Винтере скинь скрин В чатик Я может что-то не догоняю Вроде там у тебя Виза выбрана Все выбрано Не знаю, почему кнопка серая Может там что-то еще выбрать надо Так, у XZ, короче, грелочка, ребят Ну, 58, 59, 61 38, 36 Парабам У Стрэнджа Делается скорость Атаки адептам У Стрэнджа делается Иммортал Плюс 2 гита Добавляется Суртов выиграл Вторую и третью карту Слипа Молодец, Суртов Я на него 4 условных бакса Напилю На кипбете по приколу Я жду Все, как-то сейчас Проблем с интернетом У Суртов и будет печаль А Суртов взял и развалил Молодец, Суртов Что тут говорить Кстати, может браузер другой попробовать Может там кнопочкой будет активно Я ХЗ вообще А, может какой-нибудь там Антивирус блочит Я не знаю Че, ладно Хорош про донат Худить Кто захочет Кто-то поддержит Я думаю Все получится У вас третий Никсус ставит Стрэндж Здесь третьего Никсуса нету Так, на острове Никсус пошел Ребят, это армада Это армада от Хейлрейзера Понял ли Стрэндж сейчас Я не знаю Нужно в атаку Стрэнджу двигаться Видимо сейчас Так, оракулы пролетают Одну пробку Как минимум Хейлрейзер Минус Стрэнджа Призма делается Если продавливать То, наверное, сейчас И нужно продавливать Хейлрейзера Рабочего Хейлрейзера Всего вообще Еще больше Стрэнджа 8 гейтов И да Он полетел Вперед С адептами Так, эти юниты Будут выходить Ну, третий Никсус вообще Не добывает Сейчас 46-55 Парабам Я не знаю Сможет ли Стрэндж Здесь продавить Или нет Для меня Это загадка Но грелок Уже 5 штук И с плюс 1 Сейчас 7 будет По-моему Стрэндж Уинтер 95 Поддержал Ваш канал На сумму 300 рублей Тройной КТР Или F5 Зарешало Спасибо Док Спасибо тебе Винтере Хорошо, что Зарешало Надеюсь Устальных Тоже Зарешает Так Залетают Адепты На остров Со стороны Стрэнджа Сейчас Грелки Прилетят И развалят Все Сюда Хотя Грелки Вынуждены Здесь Стоять Для обороны Ну так Здесь экономику Стрэндж Коша унизит Но Остров Он не убьет Полностью Оракулы Сейчас Тупо Отобьют Довар Подэптиков Еще на Мейн На вторую Базу Заходят Тоже Адепты Телепортируются Часть Часть Была Заблочена Стазисной Ловушкой На мейне Тоже Бьются Адепты Разогрев Против Адепт Не работает Ребята И Стрэндж Разваливает Экономику Своему Оппоненту Очень Очень Не слабо Сейчас 31 пробка Уничтожена 28 58 Нашел Выход Стрэндж За эту ситуацию И теперь Ломиться Ему Абсолютно Никуда Не нужно Теперь Нужно Раскачать Третий Нексус И просто Так Робо Бэй Это хорошо Зачем Робо Бэй Против Армада Это только Я не знаю Вот Тут надо Как-то Я не знаю Уже Выходить В Воздух Какой-то Что ли Чиним Воздух Стрэндж А Погодите Здесь тоже Здесь Грил Так Вообще Не понимаю Что Хаврайзер Делает И вроде Как Армада С грилками И какие-то Дестабилизаторы Что мешает Просто намасить Грилка Карерах Еще Было Восстановить Пробок Даже Из этой Ситуации И попытаться В 200 Выйти Потому что Даже С 6 Бас Протсу Тяжело Убивать 200 Вот Этой Все Темы Спасибо Всем За Поддержку Так Четвертый Нексус Стрэндж Но это Вполне Очевидный Момент Дестабилизаторы По 2 Штуки Струются Есть 5 Архонов Уже Крейдов Ноль И там И там Вообще Что Стрэндж Подумал Что Он съедет С Армадой Как С Армадой Невозможно Съехать Тем более Когда Экономику Потерял Стрэндж 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 Выстрел Смотрите 4 Пилона Активировано Кареры Грелочки Струйте 55 79 Парабам Клс Подчеркивание Алучард Поддержал Ваш канал На сумму 100 рублей Поме Спасибо За отличные Стримы Так Держать Спасибо Алукард Короче Вот этот Робо Не Робо Нужен Робо Бэй Дестабилизатора 2 Вообще Нафиг Не нужны Но я Понимаю Почему Клрэйз Это Дел Боялся Улына Но Улын Здесь Не Зарешал Ничего Что Есть 6 6 Архонов 6 Сталкеров Приходят Грелки Посмотрите Начинает Просто Развал Здесь Пилоны Надо валить Паржу Надо валить Все Надо валить Нексус Можно Закукусить Так Паржа Еще Одно Строит Сталкеры Приходят На Сталкеров Переагрить Ты что Ты делаешь Тут Сталкеров Выгоднее Было Чем Нексус Убивать Как раз Разогрев Кончится Нексус Не добил Нихрена Не добил Что Отворится У Стрэнджер Блинка Нет Повезло Хэллрейзеру Взял Сколько грелок Слил Четыре Грелки На ровном месте Нужно было Залететь Ребят Что делать Хэллрейзеру Грелками Без Разогрева Пилончик Раз Два Три По тонку Сталкеры Подходят Разогрев Рубил И как Начал Жарить В узких Вот этих Ладно В узких Проходах Сталкеров Жарить Это что Новенькое Пвп Да Ну Всякое Бывает Да Ребят Новая Страта Четыре Дестабилизатора С архонами Стрэндж Вперед Выдвигается Архонов Шесть Штук Ну Нужно Не шесть А шестнадцать Тогда Вот эта Армада Не будет Работать Точно Проверять Стрэндж Нет ли Базы На Лоу Граунде Базы Нету Попрыгает Зилок Да Блин Как Получается Так ЛР Сам Случайно Как-то Подвел И за залп Потерял И Дестабилизаторов Двух И еще там Юнитов Каких-то Стрэндж На халяву Сейчас просто убил По-моему Стрэндж Сейчас лоб Может продавить Он идет вперед Тазисная ловушка Одна еще Реагирует Четыре каррера Да несколько грелок Все что есть Убротся Сейчас Илоны Вырубаются Стрэндж Помаленечку Будут убиты Сейчас Карреров мало Мухи будут уничтожены Моментально Чего Стрэндж боится Что-то понять не могу Так Еще один залп Стабилизаторы Стреляют Фотонка Сейчас с пилонами Две фотонки С пилонами Будут уничтожены Это очевидно Стрэндж пошел С теми На хг уже Карреров уже много Ребят Мух уже много Но мухи падают Архоны Плюс сталкеры Плюс гвардиан Жил с гвардианом И демеджи Это мухи мало Но все Карреры без мух Стрэндж заходит дальше До варпа Я почему-то не наблюдаю Где до варпа-то Стрэндж Так Подвинь кукса Каррерам Да там даже не надо Тело их убивать Потому что мух нету Просто некуда тут убить И все Стрэндж продавливает Лоб Хеллрейзера Ну умеет Стрэндж Контридить Армаду Видно Но кстати Вот если бы не тот Реб 30 рабочка А погибло Ничего бы этого Не получилось бы Если бы Хеллрейзер Не забоялся бы Что его в лоб Продавят А строил бы Кукол карреров И всяких дестабилизаторов Их было бы Значительно больше Тоже была бы Другая ситуация Даже на мейн тут Стрэндж не очень Может зайти Здесь есть Третий Нексус Ну тут третий Ну хотя Почему кстати Добычу здесь начать Потом спуститься На лоу граунд Попытаться Минимальные какие-то Шансы есть Еще Так Баня Точно забываю Логотип Надо перед стримом Напоминать Забываю Кипиш постоянно Так Контрол аут Врублю Еще вам заодно Вижу Что не включено Золото у Стрэнджа Начнет сейчас Добываться Это очень хорошо Тут вот в таком преимуществе Можно тупо Что сделать Ввели Четыре старгита Стрэнджу Там две кибернетки Закаять грейды Флитбекон Просто и темпстов Намасить Например Потому что Прот здесь Только может Кареру добавлять Все Ничего не может Сделать Никаких свитчей Мобильности Пространства Для маневра Что называется Нету У хеллрейзера Никакого Стабилизаторами Стрэндж Бомбить рампу Гейт убрал Он нафиг Не нужен Хеллрейзеру Что у него есть Здесь 8 кареров Сейчас 10 будет 24 грелки Кареров Проблема в том Что особенно Если мух выпускать Это юниты Которые требуют Много-много минералов Которых Кстати у хеллрейзера Это особо и нету Да и здесь Нексус восстанавливать Не на чем особо Там ресурс Это нет почти Привез все пробки Наконец-то Хеллрейзер Две фотоночки Здесь есть Остров добывает Очередной Нужно стрэндж Сейчас как-то Здесь подблочится И попытаться Сделать вылет Какой-то Но мейн терять Ни в коем случае Нельзя в лоб Драться тоже Хотя в лоб Идеальнее всего Было бы конечно Убить бы здесь Но Так Стоянешь уже Свитч в воздух Делает Флитбикон Добавляется Да 400 гейта Ставят Можно даже 5 наверное Ставить Такую экономику Тут уже базы По территории Хеллрейзера Пошли Так Темпист Устрейджа 1 Так 1-1 Грейды делаются И две форжи То есть И форжах Ну все правильно Чтобы армаду Контрить Нужны массгрейды И просто Разменяться Темпистов Потом намасить Стрэнджу И все Бустить надо Кибернетке Желательно Стрэндж бустит Вообще А Трансфергит И бустит Стрэндж Чалик Что там происходит Я еще не понимаю Пользователь Блин 4 Коактивировал Премиум На ваш канал Спасибо Блинчик В каррерах Уже 11 штук У Хеллрейзера Стоя еще Темпистов Добавлять Темпистов Много станет Чалик Хватит Ну что Сто семьдесят Дал Стрэндж Отстроить Оппоненту Своему Это реально Много Как бы И опасность Есть определенная Третья атака На воздух Делается Ну Хеллрейзер Судя по всему Так Здесь Талкеры Приходят До отдачи Сталкиров Конечно Ну так Кайрер Продемеджил Одного Стояние 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 Вот сейчас Он дотянет До чего До того Что Получится Так Что У него Еще Как бы У него Жиробух Ну у него Боевого Лимита Меньший И то Стрэндж Добавляет Ну, затянул стрэч, не люблю, когда так затягивать. Надо было добивать давно уже. Хеллрейзер тоже грелки здесь на ровном месте отдает зачем-то, не понимаю, зачем. Добавляет еще грелок сейчас, хотя... Сейчас по боевому лимиту у Хеллрейзера реально будет карреров 16 штук. Это реально много. Мух 123 мухи сейчас у него. Еще не все готовы. То есть 16 карреров, это сколько? По 8 мух. Это 128 мух будет сейчас максимум. Так, тут лагать начал. Кто лагать начал? Архи, е-мое, что ты делаешь, архи? Ну, ждем пока дропнет его. Все, продолжается игра. У Стрэнджа 11 архонов, сейчас будет 13 грейды на землю. Так, 3-2-1. Делается 2-2 на воздух. Вторые, третьи поля уже делаются на архончиков. Короче, Стрэндж выдвигается вперед, но биться будет непросто Стрэндж, на самом деле. Смотрите, карреров ваншотить начинает. Архоны бой принимают, карреры тоже бой принимают. Мух выпустил сейчас Хеллрейзер. Грелок-то... А, грелки с мухами тут побьются. А что карреры-то улетели? Мухи-то новые есть. Сейчас они будут помогать. Что-то тупит вообще Хеллрейзер сейчас, вместо того, чтобы помочь этим мухам. А, он решил, что сейчас подмастит еще. Муха заново бой примет против грелок. У него нет такой экономики, как у Стрэнджа. Понимаете, в чем проблема? И печаль. 4 каррера в замесе потерял. Хотя здесь Нексус начал тоже Хеллрейзер добывать. Карреры под ревелэйшном. Ну, хз. На самом деле, да, спорный момент. Если бы он продолжил биться, грелки-то, точнее, Темпист-то-то долго жили там под этими мухами, они бы нафокусили еще штуки 4. Точно бы карреры. Нужно это было или нет? Вопрос хороший. Так, приходит карреры. Куда ты мух-то выпустил? Ё-моё. Что он делает-то? Зачем он сюда выпустил мух? Выдает хлор. Выпустил на ровном месте мух сейчас. Вообще не понятно, зачем. Информации о том, где у Стрэнджа базы никакой нету. Продолжение следует... 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 Так, опять Экзек, куда-то там мух своих выпускает. Чуть выпустил всех мух никуда. Чуть он думает, у него бесконечные минералы, что ли. Зачем он сюда всех мух выпустил, понять не могу. Стрэндж сбоку просто обходит. Я не знаю. Сейчас брутся, вообще зачем-то мух постоянно выпускает никуда. Меня постоянно поражает, куда, зачем они это делают. Скареры под архонов подставились, я вижу. Мух опять выпускает Экзе, судя по всему. Мухи кончаются. Вот они здесь все летают. Наконец-то это ГГ кончилось. Эта бредятина кончилась, блин. Мне показалось, что Экзе еще мог победить, если бы мух так не выпускал бы. Экзе еще не было. Экзе еще не было. Нет, мух выпускать эффективно, когда ты видишь, что оппоненту некуда сместиться с поля боя, и он точно здесь будет драться. Тогда как бы ты их выпустил, и кареры новых строят. То есть ты еще больше мух получаешь в бою. Да, это выгодно. Либо на здание выпустить, стационар на базу. Но вот сейчас, как выпускал, вообще бредово, конечно. Экзе пару раз муха. Это вообще дичь была какая-то непонятная. Так, секунду, мы не позвоним сейчас. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Бывает, ладно Что-то я закипишил Ну, игра была быстрая Стрэндж 2.0 Погнали Всё здесь, ребят Не волнуйтесь, всё нормально Я никуда не делся Косяк был, да Давно косяков не было Но иногда-то надо без микрофона Игру посмотреть Тем более, если не диван собрал Я по ничтучку А я коментил Я коментил Хорошо коментил, ребят Очень плотно коментил Про то, как Пуш Стрэнджа вас Очень будет удачным Скорее всего Потово как провальный размен Был двумя адептами На одну пробку От оппонента Стрэнджа Ну что, третья игра Возможная и решающая Два гейта здесь Два гейта здесь Всё одинаково Газ Стрэндж пока по две пробки добывает Ну всё, ребят Виноват я Надо было раньше написать, что ничего нет Или 50 рублей прислать Что Типа всё отрублено Как диван Пока не лежал Но я выложу В общем-то Вот как собирал я его Вот Ну вообще Я думаю По размеру Вообще Как бы он крупный Такой оказался Я думал, что он меньше Почему-то по размеру Ну Всё нормально Единственное, что мне головой Как ну придётся спать Потому что там Ну сюда угол Сюда бред ставить Здесь мне в стул Он помешал бы даже Хотя теоретически Можно вплотную К шкафу И сюда поставить Счёт неправильный Согласен Блин Везде косяки Так, ну что Приходит Hellraiser Адепты минусуют пробку Стрэндж Здесь Стрэндж Тоже приходит Hellraiser пробочкой шоу Ну тут нормально всё Три пилона У Hellraiser есть Всё Стрэндж Адепту Будет отдавать Сейчас получается Телепортируется На мейн Вот опять Демоджин Надо подставлять Как бы Нормальным Атаковать 50 энергии Сейчас будет У Мазеркора Ещё Смещается Стрэндж наверх Кончился Уверчаж Но один выстрел Успел сделать Поэтому минус Адеп Никто не умрёт От счёта Не волнуйся Счёт не изменится От того Что я неправильно Поставил Всё в порядке Так Опа Опа Спешл такси От хоулрайзера Какие-то пошли Двумя Двумя адептами Стрэндж опять же Подходит Надеюсь Они рядом Слишком близко Находятся Есть чё подрезать Здесь уверчажа Нету Пока Мазеркорз Реагирует Со сталкли Можно нормально На бомбить Здесь Заходит Стрэндж понимает Что можно Телефаркнуться Четыре пробки Как с кустой Пятая Приходит На раздачу Ну это Хаски Секет Телрейзера Чё тут Говорить Пять пробок На два Адепта Нормальный Размен На шесть Пробок Стрэндж Перейдите Здесь Масится Феникс Что самое Интересное У Стрэнджа Делается Блин То есть Уже Контра Феникс По идее Делается Вот Так Два Гита Три Так Пилон Второй На Логграунде Пошел Фейлрайзер Парочку Адепт Стрэндж Славил Ну по экономике Стрэндж Впереди Как бы Да Фениксы Есть Но тут Сталкеров Достаточно Много Плюс Сентрин А Мэйни Мазеркор У него Уже На три Уверчажа Есть Стрэндж Еще Плюс Два Гита Добавит Может Он Даже Пуш Пойдет Так Гвардин Стрэндж Рубает Ну тут Прилетел Подхарасил Хеллрейзер Немножечко Какая-то Грелка Пошла То есть Он собирается А он Грелка Имморфал Собирается Делать Ну Хеллрейзер Все время Как-то Подобным Образом Играет Как Стрэндж Отреагирует Я не знаю Сейчас Но как Он отреагирует Ну Призма Пока У Стрэндж Не наблюдается А вот Призма Пошла Еще Так Гейт На второй Базе Все Шесть Гейт Блин Гвардиан Сн3 Гвардиан Будет Невероятно Важен В этом Пушу Почему Потому что Грелкам Он просто Эффективность Обрубает В мясо То есть У них Дэмэдж Шесть Как бы По бронированным Десятка То есть По неброне У него Просто Треть Атаки Обрубает От шести Четыре Остается Только Представьте Насколько Это эффективно А Торморенных Уже Не так Торморенных Уже 20% Он только Обрубает Залетает Куда ты Стрэндж На кнопке Быстро Слишком Жмет Вместо Феникса Хеллрейзера Фокусить Своего Сталкера Одного Ну тут Ничего Не поделаешь Конечно Контроль Есть контроль Быстро Кнопки Жмешь Бывают Такие Косяки Ну и Стрэндж Выдвигается Но проблема В чем С двух Бас Он не Продавит Оппонент С его В лоб В лоб Третью Хеллрейзер Ставил Можно Было Попробовать Например Призма Летит Вперед Сейчас Варп Пойдет Пилончик У Стрэндж Еще Один Добавляется Но Нужно Еще Один Пилон Ставить Сейчас Даже Не Один Больше Еще Пилонов Нужно Ставить 7 Сталкеров До Варп Соплай Блок У Стрэндж Будет Чем Пилон Не Добавляет Не Понимаю Еще Так Здесь Четыре Грелки Два Эмор Ну Какой Тут Вообще Без Шанс Пробить Стрэндж Два Сталкера В момент Уничтожено Все Пилон Пошел Подрезает Одного Эмор Сейчас На Разогреве Хелл Рейзер Нужен Довар Сталкеров Еще При Таком Распаде Может Что-то И Выйдет Эти Как Его Фениксы Где-то Вдалеке Ну Видят Они Три Идут Хотя Три Сталкера Поднять Тоже Хорошо Все Грелки Сейчас Без Разогрева Будет Нужно Бой Продолжать Фокусить Стрэндж Одну Грелку Кстати Каким-то Образом Он Ремудрился Фокуснуть Ту Который Разогрев Был Самое Интересное Фокусить Дальше Грелок Стрэндж Почему Разогретую Не Фокусить Стрэндж Что за Кривой Блин Куда Ты Блинкаешь Стрэндж Вообще Кривой Блинк Сейчас Делает Абсолютно Кривой Теряет Просто Все На Мэне Сталкера Ф2 Нужно Увести Хоть 2 Отвел И то Хорошо Грелок Пофокусил Здесь Ма Зафокусил Сверху И может Убьет Сталкеров Очень Жестко Нужно Зайти Может На ХГ Не Знаю На ТГ Стрэндж Не Пытается Заходить Снизу Там Пришли Сталкеры Которые Так Дофокусил Грелку Дофокусил Ма Пилон Надо Отфокусить 7.77 Даже В таком Раскладе Ну Это контроль Называется Это уровень У Стрэндж Хороший ММР У Стрэндж Понятно Сейчас Топ СНГ Как бы И Поэтому Он Тупо На контроле В лупо Пробивает Хотя Как-то В какой-то Момент Мне показалось Что Ну Заблинк Наверх Наверное Лишним Было Так Было Еще Было Эффективнее Можно Было ГГВПГЛ Желает Удачи Стрэнджу Хеллрейзер Манерин Молодец Спасибо За участие Хеллрейзеру Спасибо Экзэ За участие Всем Кто Вылетел В данной Стадии Вот Будет Следующий Сезон Участвуйте Дерзайте Побеждайте Следующий Сезон Начнется Уже Очень Скоро Со Следующего Месяца То есть Уже Через Парочку Недель Может Быть Даже Раньше Отборочные Будут Ну А На Сегодня У нас Собственно Говоря Что На Сегодня У нас Все Кончился Старлайн Больше Я ничего Не планировал Стримить Сегодня Сгл Сгл Сорт Уф А Сорт Уф Харст Ну Ладно Сгл Уже Познан Стримить Короче Ребят Я буду Закругляться Сегодня Стрим Сейчас И дня Идет В принципе Семь с половиной Часов Это немало Запись Выложу Сейчас На Ютуб Данного Турнира И сборки Дивана И Сгл А Сгл Вместе Получается Они Продолжение Вы узнаете Когда будет Старлайн Определим Дату Я буду Наставить На том Чтобы Все Проводилось В один День Полуфинала Матч Третий Финал Я думаю Игроки Тоже За Все Таки Остается Всего Четыре Игрока Там Договориться Проще Будет Вот Так что Спасибо За внимание Всем Ребят Короче Короче Всем пока Спасибо Всем за поддержку Поддержите Меня Мой канал Спасибо Что На диван Прислали Запись Вы увидите Сборки Кто смотрел В прямом Эфире Благодарю Завтра Что у нас Кстати Вот что Я хотел бы Посмотреть А завтра У нас Что Завтра У нас СГЛ Точно Будет В 16.00 Так В СГ Скоро Русская Будет Кстати Вот Завтра СГЛ Ну значит ФП СГЛ Завтра Будет Собирать Не больше Пока Нечего Так что Вот так Всем пока Приходите Завтра Думаю Что ФП Где-то В час В два Начну Примерно Так что Вот так Вот